Ты тратишь свою жизнь впустую? Возможно, ты даже этого не замечаешь. Время идет, и его становится все меньше. Признаков того, что твоя жизнь проходит бессмысленно, очень много. Главное их распознать и начать действовать. Узнай, что мешает твоей жизни стать лучше, и начни менять ее и себя с этой минуты. Ты занят тем, что вообще не стоит делать? Компьютерные игры, реалити-шоу, залипание в телефон, переедание, злоупотребление алкоголем. Список можно продолжать. Посмотри на свою жизнь серьезно. На что ты тратишь большую часть времени? Это приносит какую-то пользу? Способствует тому, чтобы в будущем жизнь стала лучше? Если нет, стоит изменить что-то в повседневном распорядке. Ты часто жалуешься? Есть люди, которым жизнь постоянно кажется слишком тяжелой, и они говорят об этом, не переставая. Подумай, а не превратился ли ты в одного из таких персонажей? Если ты регулярно жалуешься на работу, начальника, зарплату, соседей или партнера, ты просто распространяешь негатив. Он ничего не меняет и только мешает двигаться вперед. Постарайся избавиться от этой привычки и чаще говори о том, что нравится в твоей жизни. Ты не даешь пищи своему уму. Если не развиваться и ничему не учиться, наступает застой. Представь водоем со стоячей водой, который зарастает тиной. Примерно то же происходит с мозгом, если не пробовать что-то новое. Учи что-то новое. Получай знания. Развивай себя. Ты изострял в негативных мыслях? Внутренний диалог может очень сильно повлиять на жизнь. Как говорил Генри Форд, что бы вы ни думали, что у вас все получится или что ничего не получится, в любом случае вы правы. Если ты постоянно говоришь себе, что недостаточно умен, чтобы получить повышение или открыть свое дело, так и будет. Если повторять, что слишком устал, чтобы пытаться что-то изменить, ничего не произойдет. То, что мы говорим сами себе, становится нашей реальностью. Проследи за своим внутренним диалогом, и ты заметишь, что жизнь начинает подстраиваться по твоей мысли. Ты не испытываешь вдохновения? Есть ли у тебя какое-то увлечение или страсть? Многие считают, что им просто ничего не интересно, но так не бывает. Должно быть то, что тебя радует и доставляет удовольствие. Найди такое занятие или хобби и отводи ему больше времени. Ты не планируешь свое будущее. Да, очень важно быть в настоящем моменте, но иногда нужно думать о том, чего ты хочешь от будущего. Если у тебя нет цели, ты движешься по жизни как лодка, которая дрейфует в океане в надежде прибиться к какому-нибудь берегу, это не очень хорошая стратегия. Представь, что у тебя внутри есть датчик GPS, ведущий к цели. Прислушайся к нему и составь пошаговый план действий, который поможет прийти туда, где бы ты хотел оказаться. Ты проводишь слишком много времени с людьми, которые тянут назад. Их не зря называют энергетическими вампирами. Они вытягивают из других энергию и ничего не отдают взамен. С такими людьми невозможно продвинуться вперед, не стать лучше. Постарайся прекратить или хотя бы сократить общение. Проводи больше времени с теми, кто старается расти сам и поддерживая других. Уоррен Баффет говорит, найди тех, кто лучше тебя, кто будет стимулировать тебя идти вверх. Ты зависим от телефона? Конечно, телефон это полезное устройство, но мы слишком часто берем его в руки. Вспомни, сколько времени ты потратил в пустую, переходя из приложения в приложение или зависал в соцсетях. А еще представь, как это влияет на отношения с окружающими. Ведь если за семейным обедом или дружескими посиделками ты не отрываешься от телефона, то упускаешь возможность побыть с близкими осознанно. Ты тратишь деньги на ненужные вещи? Между нужной и хочу большая разница, но в сегодняшнем обществе потребления эта граница сильно размыта. Некоторые совсем разучились ее различать. Например, покупают последние модели гаджетов, когда им не хватает на ипотеку. Но ведь если задуматься, человеку нужно не так уж и много. В первую очередь пища, крыша над головой и любовь. Посмотри на свои траты и подумай, что можно изменить. Наверняка есть покупки, от которых можно отказаться, а освободившиеся деньги направить на улучшение своего будущего. Ты не высыпаешься? Сон – это залог хорошего здоровья. Если постоянно поздно ложиться и мало спать, это вред самому себе. Пересмотри свои привычки, чтобы выделить на сон больше времени. Ты не заботишься о главном. Наверняка ты уже сто раз об этом слышал, но правильное питание и физическая активность действительно необходимы. Поэтому старайся поддерживать сбалансированный здоровый рацион и больше двигаться. Это повлияет на вес, психическое состояние и самочувствие в целом. Ты не выходишь из зоны комфорта? Конечно, так проще. Плохо, если из-за страха дискомфорта ты не пытаешься улучшить свою жизнь. Иногда нужно пойти на риск. Просто желательно заранее его взвесить. Но не отказывайся от чего-то только потому, что для осуществления плана придется выйти из зоны комфорта. Ты не радуешься жизни? Старайся жить полной жизнью и радоваться ей. Если ты не счастлив, меняй что-то. В первую очередь избавься от мысли, что ты не сможешь ничего изменить. Именно такие рассуждения чаще всего мешают действовать. Так что измени свое мышление и изменится твоя жизнь. Иногда люди не понимают, что делают ошибки. Их нужно понять, принять и двигаться дальше. Расскажи в комментариях, нашел ли ты что-то полезное для себя в этом видео. И поделись им с другим человеком, если считаешь, что оно может помочь. Ставь лайк этому ролику, и я продолжу создавать видео на эту тему. А на сегодня это все. Спасибо за просмотр. Это канал «Финансовая жемчужина». Подписывайся. Думай. Богатей. Субтитры создавал DimaTorzok